Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и сегодня мы поговорим о такой замечательной программе от Digital Fossils Anvil. Я расскажу Вам о инструментах ретопологии, а также некоторых инструментах моделирования, которые смогут пригодиться в создании классной сетки. Итак, меньше слов и больше дела. Поехали! Прежде чем приступать к уроку, Вам нужно зайти на сайт digitalfossils.com, нажать на ссылку here и скачать последнюю версию ограниченной копии этой программы. Если я не ошибаюсь, ограничение на экспорт 10 тысяч треугольников. На данный момент последняя версия на сайте от 1 марта 2018 года. Открываем пост с ней и качаем программу по ссылке. Если у Вас не запускается Anvil, качаем специальный плагин SlimDX по ссылке ниже и устанавливаем. В итоге у Вас будет папка с Anvil и файл SlimDX. Купив лицензию, Вы также получите специальный ключ, снимающий все ограничения. Также Вам нужно будет установить специальный интерфейс, по которому я учился. Да и на данный момент он считается лучшим и удобным из того, что выпускали для Anvil. Заходим на форуме в General Category, Community Help и нажимаем на пост RubberDuxAnvilConfig. В посте будет две ссылки на сам интерфейс и на PDF с горячими клавишами. Далее заходим в C, Users, имя Вашего юзера, Updata, Roaming, Digital Fossils и у Вас должна быть папка Anvil. Если ее нет, запустите хотя бы раз саму программу. В эту папку кидаем все содержимое архива с интерфейсом. В итоге, запустив Anvil, Вы увидите такой интерфейс, в котором куча полезной информации, вкладка материалов и очень много полезных функций. Чтобы импортировать референс для ретопологии или начать работу с какой-либо моделью, Вам нужно зайти в меню файл и выбрать импорт сцен. Затем в списке расширений выбираем нужное и кликаем по файлу. В итоге появится окно импорта. Я обычно оставляю все настройки по умолчанию и нажимаю OK. Итак, модель загружена в сцену и прежде чем начать обзор замечательного инструмента для ретопологии, я расскажу Вам о горячих клавишах, которые могут пригодиться в работе. Первое, что может Вам пригодиться в работе, это центрирование объекта во вьюпорте. Очень полезная функция, которая позволяет сфокусировать камеру на объекте, где бы он не находился. Просто нажимаем Alt и таким образом выравниваем объект. Второе, конечно же, навигация. Alt и средняя кнопка мыши. Это панорамирование. Alt и левая кнопка мыши. Вращение вокруг объекта и Alt и правая кнопка мыши. Zoom. Теперь поговорим о меню. Удерживание правой кнопкой мыши вызывает радиальное меню, в котором можно настроить Snapping, метод выделения и другие полезные опции. Также, если у Вас включен Draw Mesh Tool для ретопологии, о котором поговорим позже и Вам нужно включить Snapping, то достаточно нажать комбинацию Alt, Shift и правую кнопку мыши. Чтобы вызвать меню создания объекта, нажимаем Ctrl, Shift, правая кнопка мыши. А теперь поговорим о режимах отображения. Клавиша TAB меняет освещение на режим Head Light. F1 включает сетку поверх Shaded модели. F2 Shaded объект без сетки. F3 сетка без шейдинга. Shift F1 включает нормальный рендер, а Shift F2 включает режим отображения фейсов. Так называемый Faced Render, как в ZBrush или 3D Code. Чтобы показать работу Subdivision режима, который включается нажатием клавиши C. Я создам обычный бокс. Как только Вы нажмете C, бокс сгладится и включится Subdivision режим. Еще раз нажав C, Вы выключите данный режим. Чтобы увеличить уровень subdiv, нажимаем V. Чтобы снизить его, нажимаем Shift V. Это как в ZBrush с помощью Ctrl D и Shift D. То же самое. Кстати, если будете смотреть на информацию слева, Вы заметите, как увеличивается полигонаж при нажатии V и как уменьшается при нажатии Shift V. Далее Вам может пригодиться возможность установки точки вращения в области курсора. Кто пользовался 3D Code, знает, что там это горячая клавиша F. Здесь же это Shift Alt F. Наводим курсор ту область, вокруг которой хотим вращаться и нажимаем эту комбинацию. Эта функция очень полезна, когда у Вас несколько объектов или Вы хотите сфокусироваться на какой-то точке одного из них и производить вращение вокруг нее. Для примера я создам бокс и сферу. Теперь наводим курсор на любую область бокса и нажимаем комбинацию Shift Alt F. Как видите, теперь вращение производится вокруг данной области. Давайте повторим те же действия с сферой. Наводим курсор на ее любую область и нажимаем Shift Alt F. Теперь сфокусируемся на манекене с помощью Shift F. И напоследок, чтобы закрепить всю информацию по навигации, нажимаем просто Alt F. И таким образом фокусируем камеру на центре этих трех объектов. И вращение теперь будет происходить вокруг него. Так, с этим разобрались. Идем дальше. Если Вы нажмете пробел, то у Вас появится 4 видовых окна. Top, Front, Left и перспектива. Одно из окон можно развернуть наведением курсора мыши на нем и нажатием пробела. Если вдруг Вам понадобится ортографический вид, то Вы можете его включить нажатием Shift F1. И если снова нажать эту комбинацию, Вы вернетесь в перспективный вид. Чтобы включить сетку в любом из видов, например на виде слева, нажимаем Shift G. Выключение ее производится той же комбинацией клавиш. Чтобы вызвать окно с материалами, нажимаем Shift M. Так как я прикрепил это окно справа, то оно у меня не исчезает. Нажатие комбинации Ctrl E вызывает Cine Explorer, который я разместил слева на панели. Здесь есть вкладки Retopo Reference, Object Leaks и Object Groups. Затем, чтобы вызвать поиск по всем инструментам Envil, нажимаем Ctrl F. И в итоге у Вас появится большой список, распределенный по категориям. Наведя курсор мыши на любой из инструментов, вверху в панели Вы увидите его описание и расположение в меню. Чтобы вызвать Batch Rename, нажимаем Ctrl M. Также в Envil есть удобный Selection Tool. Давайте перейдем на уровень фейсов, нажав D и выберем какой-нибудь из полигонов модели. Теперь, если нажать Ctrl плюс 1, выскочит специальное меню по селекту полигонов. Здесь есть 5 инструментов и к каждому есть описание его функций. Например, если нажимать на первый инструмент левой кнопкой мыши, то область выбора полигонов будет расширяться. А если правой, то уменьшаться. Далее идут два простых инструмента для кольцевого выделения и на них я не буду останавливаться. А после них Вы увидите Select Loop. Этот инструмент я использую чаще, поэтому сейчас покажу его работу. Итак, выбираем любой из полигонов, нажимаем Ctrl плюс 1 и кликаем на инструменте Select Loop. Теперь, если два раза кликнуть на рядом стоящий полигон, то у Вас выберется петля, в которую включены эти полигоны. И последний инструмент Similar позволяет выбирать похожие полигоны на объекте. Например, если Вы выберете инструмент и два раза кликните средней кнопкой мыши на любом из полигонов, то произойдет такое выделение. Честно, я не до конца разобрался в том, как работает данный инструмент в Envil, так как не возникала в нем потребность. Идем дальше. И еще одно полезное вылетающее окно с тузами вызывается нажатием комбинаций клавиш Ctrl 2. В нем много полезных инструментов, в том числе симметрия для работы с ретопологией. Теперь поговорим о инструментах моделирования, которые Вам пригодятся в работе с ней же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok